здравствуйте друзья сегодня у нас 7 мая 2021 года в этом видео я отчитаюсь о своем текущем состоянии на тему аллергии и расскажу как я готовился к этому сезону итак начинаем уже где-то две недели назад в средней полосе россии в умеренно климатической зоне расцвели березы и некоторые аллергики уже начали чихать сморкаться в общем появились соответствующие симптомы у меня пока появился маленький намек на аллергию это чуть-чуть совсем чуть-чуть чешется левый глаз ну можно сказать даже не чешется намек на то что можно его немножко там почесать но я даже и особо не чешу то есть пока все нормально с другой стороны скажу то что в прошлом году у меня аллергия была почему-то в июне и в июле хотя в течение всей жизни обычно у меня аллергия то есть нормально это тогда когда она появляется где-то после таяния снега и с появлением первых почек то есть с приходом весны то есть вот почему-то такой какой-то сбой не сбой но какие-то изменения изменения произошли в общем что я делаю для того чтобы подготовить себя к аллергии к сезону вот этому пыльцы пыльцы которые воздействуют как аллерген наблюдение такое сначала выскажу это то что возможно если организм тренировать а то аллергия будет иметь накопительный эффект то есть я не знаю как это с точки зрения теории если такое нет ли такого но вот по ощущениям расскажу то есть как мне видится у организма есть какой-то запас и он накапливает аллергические вещества то есть например пыльцу и в какой-то момент тогда когда происходит критическое значение этого накопления появляются симптомы аллергии и все сопутствующие проблемы связанные с этим то есть возможно так как я тренировался и готовился вот этот вот правый глаз который намекает на то что можно его почесать это как раз показатель то что у меня идет какое-то накопление аллергенов то есть если например если если я сейчас буду сдавать анализ крови на иммуноглобулины скорее всего там будет приличное число ну это мои теоретические догадки сдавать этот анализ необходимости какой-то не вижу потому что мало что изменит то есть что какую информацию какие последующие необходимые действия этот анализ мне даст то есть что я буду с ним делать то есть только так просто для информации просто для информации особо смысла не вижу его делать с точки зрения вот этой теории то есть возможно можно тренировать организм таким образом то что у него будет повышаться устойчивость 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 к аллергенам и какой-то момент тогда когда организм будет супер натренирован может быть аллергическая реакция и не проявится в том виде которое будет мешать жить человеку с другой стороны если со всем этим заморачиваться заморачиваться не хочется то есть если есть возможность то есть смысл просто на время цветения аллергичных растений уехать в какую-то другую климатическую зону но если например говорить про россии про россию то можно живя в средней полосе уехать в субтропики например в анапу на месяц или два на период цветения тут главное понять когда аллергия начнется и когда она закончится для того чтобы оптимально сделать эту поездку так вот как я готовился и как я продолжаю готовиться в прошлой осенью в прошлом году осенью я пропил настойку осины настойки настойку осины и настойку березы три месяца пропивал потом недавно я кушал каждый день по листику алоэ где-то в течение месяца потом сделал месяц перерыв и сейчас опять продолжаю уже еще один месяц кушаю алоэ и буду даже больше его кушать а также где-то месяца два назад начал употреблять настойку лисичек продолжаю употреблять понемножку то есть я теперь никуда не спешу и не хочу испытывать негативные реакции больших количеств больших количеств этих лекарственных средств что они очень сильные с настойки осины у меня был очень хороший слишком хороший аппетит то есть я и употреблял утром по пол чайной ложки нет по чайной ложке и березу употреблял вечером по чайной ложке если в следующий раз буду употреблять а буду у меня еще она осталась я буду употреблять по пол чайной ложки лисичек настойку лисичек я сейчас употребляю тоже но где-то чуть больше пол чайной ложки получается но тоже чувствую то что лучше употреблять по пол чайной ложки что сильный эффект достаточно происходит так что еще я делаю последние где-то два месяца я выполняю внедрил себе метод вимхоффа на ночь перед сном уже после того как влягу в кровать все готовлюсь ко сну для того чтобы заснуть делаю метод вимхоффа но обязательно с закрытым ртом прошлом году я совершил большую ошибку я делал метод вимхоффа с открытым ртом используя рот для вдохов и это очень сильно обострило мои аллергические реакции то есть там вплоть до легкой астмы симптомы были это из-за того что я вдыхал пыль на вместе с пылью и все остальное в легкие там пути передачи и так далее в общем дышать нужно носом а также я выдыхаю еще носом то есть там получается вдох и выдох делается он довольно таки так с усилием рот закрыт через нос это делается и вдох и выдох и это помогает вентиль и вентилировать прочищать нос заодно хорошая практика плюс еще эта практика она успокаивает расслабляет очень хорошо классно засыпать вот как раз перед сном если такую практику делать по три раза очень хорошо снимается стресс и прям клонит ко сну сразу начал засыпать то есть намного лучше в последнее время начал вместе с этой практикой засыпать плюс еще что еще и делаю последние месяцы внедрил такие закаливания это в каком виде выглядит пока в самом простом использую тазики для ног контрастные два тазика один с холодной водой другой с горячей водой и топчусь в разных тазиках в сумме там получается где-то минут по 10 по 15 то есть это для укрепления иммунитета что еще я делаю еще делаю физическую активность это для того чтобы стимулировать к кровообращение поддерживать сердечно-сосудистую систему для того чтобы было лучшее питание лучше очищения когда работает сердечно-сосудистая система ну и как говорится движение жизнь регулярно каждый день но не не посильно много главное здесь регулярность также еще делаю растяжки для для того чтобы стимулировать лимфатическую систему она тоже помогает питанию очищению что еще что еще сейчас посмотрю что еще и и последнее это то что диету есть совершенно не соблюдаю то есть сладкое сейчас тоже употребляю и что заметил тогда когда раньше я употреблял сладкое у меня на руках на пальцах были проявления обычно атопического где дерматита так называемого диатеза сейчас все в порядке тут вот фу как говорится вот с точки зрения этих симптомов у меня какой-то прогресс есть ну диету я не считаю нужным пока для себя соблюдать потому что как то во первых хочется есть во вторых нет необходимости то есть нет каких-то негативных реакций которые появляются связи с употреблением тех или иных продуктов поэтому для меня сейчас это как есть сейчас считаю нормально так что на этом буду заканчивать делитесь своим опытом как у вас состояние что делаете как лечитесь будет интересно и полезно услышать тоже ваши размышления и опыт на эту тему благодарю и желаю всем вылечить навсегда аллергию думаю что все таки это должно быть возможно всего самого доброго